здравствуйте друзья доброе утро вопросик здравствуйте михаил я подписан на вас довольно долгое время нашла ваш канал очень вовремя как раз когда заинтересовалась возможностью переехать в сша меня зовут анастасия мне 22 года я из москвы образование пока только школа так как я долгое время не могла определиться кем хочу быть и на кого хочу учиться в результате чего зарабатывала тем что после окончания школы и до недавнего времени занималась профессиональной дрессурой охранных собак таких у нас еще не было очень люблю животных умница и всегда находи умела находить подход меньше года назад заинтересовалась веб-разработкой за короткий срок выучила html css javascript сейчас изучаю печки все на курсах специалист но опыта работы пока не приобрела также сейчас учу английский на курсах по пять часов в день пять дней в неделю чего себе замечаю весьма активный прогресс планирую ехать по политике по причине принадлежности к социальной группе где-то ближе к осени здесь полгода пока планирую подтянуть навыки и накопить хотя бы тысяч семь восемь на адвоката не хочу углубляться но по моей ситуации выйдет весьма сильный кейс но у меня есть опасения касательно двух основных моментов вот видимо тут вопрос смогу ли я после получения разрешения на работу обеспечить себя достаточным заработком как веб-разработчик учитывая отсутствие опыта работы даже в рф как считаете если вообще смысл срываться так скоро если я могу хоть с трудом но потерпеть еще год-полтора пока не накоплю больше средств и не приобрету минимальный опыт работы второе я хотела бы получить образование в дальнейшем хочу поступить на компьютер сайенс в какой-нибудь университет калифорнии название с уверенностью сказать не могу это пока лишь контуры плана и получить бакалавра для начала не могу определить что было бы логичнее и разумнее продолжить образование при первой возможности после приезда плюс совмещать с периодическими подработками или устроиться как разработчик поработать скопить на нормальный университет потом поступать и спокойно без суеты обучаться родственники женского пола во главе с матерью ярые патриоты рф игнорирует попытки посоветоваться насчет возможности переезда отец и старший брат мной не интересовались никогда да и друзей мало не с кем посоветоваться узнать мнение со стороны было бы очень и очень было бы очень и очень вам признательно михаил за видео ответ или комментарий спасибо за ваш интересный охватывающий много тем информативный канал с уважением ну что ж друзья давайте мы так посмотрим в детали я как-то честно сказать не очень привык что в 22 года человек еще не определился и нигде не учился потому что я я больше привык тому что не определившись человек учится где-нибудь и потом говорит что это мучился вообще но все-таки он уже в 22 смотришь уже какой-то диплом у него есть уже как-то он так ну какой-то этап в жизни завершил может быть не самый главный но все-таки ну давайте попробуем интересно на самом деле то что анастасия с собаками работает животными работает и в этом смысле я хочу сказать что в соединенных штатах много работы во первых люди которые собачек стригут очень неплохо зарабатывают у меня например вот женщина одна была училась ну так она уже постарше можете и было лет сорок там четыре пять вот такой такого плана и она зарабатывала я боюсь собрать тысяч на лишь 65 70 на подстрижки собак то есть так она была востребована хорошо это делала и она так никогда не стала тестером то есть она училась а а потом так и не смогла уйти вот и никогда не искала работу ничего вот я ее через год встретил потом через два года встретил и она не ну никак вот поэтому если бы ей было плохо если бы она получала какие-то совсем маленькие денежки не было бы больше мотивация так это неплохо она любила животных и она таки до зарабатывала нормально на жизнь то есть как бы не все инженеры столько зарабатывали так такая вот интересная история другое дело что инженер со временем конечно зарабатывает больше но вот так так вот но это может быть бизнесом это может быть вообще как сказать целым направлением жизни поэтому я уж не знаю там насчет веб-дизайна html там и всяких этих дел но я бы на месте девушки может быть очень очень серьезно задумался над тем не хочет ли она чтобы это стало вообще ее профессией это носит во всяком случае в сша это очень доходное дело это и стрижка собак это и такие знаете как бы интернаты такие когда люди уезжают куда-то на недельку на две недельки вот они собачку сдают ее там как бы но пансион такой да вот значит вот такой пансион собачек там кормят и причесывают и моют то есть это как бы сразу и содержание и обихаживание да то есть вот включая стрижку стрижки очень дорогие на самом деле вот так легко там и 120 150 долларов отдашь там и в общем я серьезно если вот это у нее такая линия в жизни есть то я я бы посоветовал задуматься я не хочу сказать двигай в эту сторону я хочу сказать но подумай уже может быть это действительно для тебя будет круто теперь вот она увлеклась там технологиями html javascript там css ну да в сша делается много веб-сайтов это правда в то же время всякие инструментарии последние годы появился когда уже даже и в общем то не нужно знать много чтобы слепить ну такой базовый веб-сайтик так по чуть-чуть вот а можно и довольно серьезный сайтик вот там заплатил там не знаю 20 30 50 150 долларов там за какой-нибудь template на каком-то из популярных вот этих вот контент менеджмент инструментов и вроде и веб-сайт тебе ну просто что я хочу сказать да есть такая работа она есть нет сомнений в том что занимаясь английским по 5 часов в день в возрасте 22 лет и имея желание эмигрировать то есть мотивация присутствует значит что девушка более-менее освоится с английским я никаких сомнений нет значит сможет ли она после получения разрешения на работу найти эту работу непременно вот там с веб-сайтами сложно как ответить то есть это вполне может произойти зависит от состояния экономики на этот момент зависит от того где конкретно девушка находится допустим день в нью-йорке там или в сан-франциско или в лос-анджелесе в большом городе в чикаго может быть там полно контор которые этим занимаются вполне может что-то подвернуться такое очень много зависит когда первая работа и вот как бы так и такие дела очень много зависит от твоих социальных контактов то есть вот первые там но может быть не полгода месяцев там семь-босемь пока она получит это разрешение на работу молоденькая девочка она могла бы там тусоваться в разных местах и познакомилась бы за большим специальных местах где тусуются скажем там программисты люди которые войти работают есть очень много возможностей для этого сейчас вот и там кто-то раз там порекомендовал или за руку привел сколько хочешь такого бывает но тут у меня возникает некоторое опасение потому что девушка не очень социальная так я понял вот из этих из этого письма то есть может быть другие люди там этого не увидели вот но как-то мне показалось вот она говорит друзей меня нет и не отец не брат там но никогда не интересовались зачастую это связано с тем что человек такой как бы но тоже не очень не очень активный не очень социальный поэтому с ним может быть не так не так интересно там кому-то я не брату например но но всяко бывает я не знаю в общем если человек такой социальный вполне да то это первая работа может вот таким путем прийти мое только знаете не то что сомнение ну предупреждение что к этому делу состоит в том что работа мечты или даже работа в индустрии мечты текущие мечты совершенно не обязательно будет первой работой которая на вас упадет всяко бывает значит человек в течение там шести семи восьми месяцев занимается чем-нибудь я не знаю чем может быть официанткой работает может быть там гостиницы где-то может быть магазине на складе там может быть за детишками ухаживать может быть выгуливает собак есть такая работа выгуливать собак например а может быть даже и пустыеегать я не знаю может быть в улице устроиться в таком бизнесе где с собачками работают я бы на вашем месте вот на эти первые шесть семь восемь месяцев на месте анастасии я бы быстренько находясь еще в москве пошел бы и научился бы стричь собак потому что если вы это можете делать вы гораздо больше заработаете на стрижке собак и будете себя лучше чувствовать чем например, я не знаю, в гостинице где-нибудь или официанткой то есть если есть такой божий дар вот с животными работать я бы даже и не сомневался уж во всяком случае на эти первые 6-7 месяцев вот, значит собак можно еще раз выгуливать стричь, причесывать там, кормить и так далее и это большой бизнес, в больших городах особенно это очень большой бизнес я не говорю про ветеринарные клиники их тоже много может быть там надо какую-то квалификацию иметь такую более, ну, серьезную но вот, да и человек работает, как-то он, значит, живет, перебивается может быть даже получает удовольствие от жизни и вот получил разрешение на работу а хочет быть в, там, я не знаю, где-то в веб-технологиях там сайты делать, может быть, для начала а дальше глядишь, там еще что-нибудь 22 года такой возраст, что хочешь, можно то есть все возможно было бы желание не обязательно это будет первая работа вот я бы так сказал будучи человеком из области тестирования программного обеспечения то есть, как бы, понимаете, вот я такой человек стоит с клизмой на углу и вот кто придет, он ему раз клизму но клизму ставит мастерски понимаете, а ему говорят, а можно вот от ГЛАНД я говорю, клизму поставим, поможет, не поможет, я не знаю так вот, поможет, не поможет, я не знаю но, может быть, ей там тестером поработать тот же HTML, тот же CSS, тот же JavaScript ну, так она книжку еще там почитает или вот лекции мои послушает там денег не стоит по тестированию или вот на тех же курсах специалист, кстати есть там я так понял, так те, что там на территории Баумутского института университета как он сейчас называется там есть курсы замечательные совершенно по тестированию я слышал массу хороших отзывов значит и глядишь уже, как это четкая профессия уже такая настоящая чебурашка тебе каждый лапу подает а с этим вот, с веб-сайтами поскольку я не связан глубоко вот с этим делом я сомневаюсь то есть, как бы, для меня это более высокого риска вещи вот так но, если ей хочется именно веб-сайты она, безусловно, там окажется но просто путь может быть не самым прямым и не таким быстрым конечно, в 22 хочется, чтобы все случилось уже вчера что мы не понимаем мы понимаем но в реальной жизни, как бы, немножко все так, как бы, задерживается теперь, что касается того, чтобы подучиться и поработать дома а потом уже приехать и так далее я бы не стал на это время тратить то есть, уже решил уехать из Жай без вопросов то время, которое она находится в США даже не работая по выбранной профессии она в это время проходит какую-то социализацию это очень важно она язык, как бы, подтягивает на совершенно другой уровень это не то же самое, что там на курсы ходить она обзаботится какими-то контактами полезными которые, может быть, через три дня сработают может быть, через три месяца может быть, через пять лет мы не знаем но это очень важно все поэтому, конечно, я бы тянуть не стал вот из-за этого и нет приоритета сразу выйти вот на эту работу это, может быть, приоритет но это не первого такого уровня и даже не второго оно придет, без вопросов теперь, что касается второго хотела бы получить образование мысль очень правильная в компьютер-сайенс тоже замечательно тем более, если она хочет в этой области работать очень-очень многие американцы получают образование совмещая его с работой поэтому, как только она начнет работать и немножко освоится с этим делом и плюс у нее появится статус резидента того штата, в котором она живет то есть, годик надо прожить в этом штате значит, с этого момента ей и попрет вот эта карта хорошая, образовательная то есть, она может за смешные деньги чисто, ну, можно сказать, близкое к номинальному учиться, получать образование субсидированное фактически со стороны штата люди работают зарабатывают денежку в это время у них растет не только квалификация но и зарплата причем растет быстро девочка 22 лет ну, допустим, 23 к моменту, когда она разрешение на работу получила и там начала работать она в свои 25 уже может там, я не знаю стольник легко зарабатывать в год то есть, ничего удивительного в этом нет это обычный путь нормальный поэтому, зарабатывая свой стольник и еще там потихонечку обучаясь там, где, может быть, сначала в Сити Калыче а может быть, в университете она потихонечку получит своего бакалавра она его не за 4 года получит но она может его за 5-6 лет получит не, ничего страшного вот, и это все будет связано с работой она будет не просто учить непонятные вещи непонятно для чего она будет прямо вот на работе все это видеть очень здорово сейчас вообще университеты даже самые такие обычные традиционные университеты позволяют студентам какую-то часть программы брать онлайн и так тоже можно то есть, я уже не говорю о том, что есть просто онлайн его университет ну, может быть, это там не так здорово потому что университет это тоже место, где создаются контакты профессиональные контакты которые потом очень много лет, значит, тебе помогают в жизни и когда по-настоящему нужно что-то хорошее серьезная работа там где не всех берут где вот там, только через своих а где же у тебя свои-то вот они в колледже формируются поэтому, конечно, существенно учиться в хорошем колледже конечно, там, что говорить очень многие люди вот они, скажем, живут в Нью-Йорке и планируют жить в Нью-Йорке они и учатся в Нью-Йорке потому что, если они поехали учиться в Чикаго и связи у них в Чикаго то тогда надо уже жить в Чикаго возвращаться в Нью-Йорк со всеми связями в другом месте совсем не то же самое ну, в общем, много есть соображений на этот счет так вот насчет образования я бы не накапливал денег чтобы потом учиться потому что, вот, представляете себе девушка, получает свой стольник значит а то уже и больше, да там, сколько лет у нее займет накопить и вдруг она уходит с работы и начинает проживать свои сбережения обучаясь в университете потом проходит, там, не знаю три-четыре года и выходит она снова на рынок и с чем же она вышла? она вышла с каким-то бакалавром который большинство людей получают, будучи на десять лет ее моложе да? а ей уже пора бы и опыт серьезный и там, и так далее, и так далее и все это куда-то ушло размылось потеряла ценность то, что она работала, пока набиралась опыта и откладывала денежку на образование поэтому мне этот вариант совсем не нравится ну, совсем тем более, я вижу очень-очень много людей которые и бакалавры, и мастер вот так получают совмещая с работой у нас в школе тоже полно молодых ну, скажем молодых, я имею ввиду даже там 18 лет, 19 лет такие тоже есть ребята до 20 лет то есть у них они как бы и не могли получить никакого образования по возрасту, да? вот, они начинают работать начинают там карьерно двигаться они начинают лучше понимать какое образование им нужно там вокруг люди которые могут подсказать и в этом плане тоже то есть понимаете так много всякого кроме того сейчас, может быть, ей хочется делать там образование в компьютер сайенс она поработает пару лет и вдруг окажется, что она какой-нибудь там project manager легко ну вот с вероятностью, может быть, там 50% поработав пару лет она станет каким-нибудь project manager и если у нее тяга к этому есть конечно если у нее тяга в противоположную сторону это другой разговор но если тяга такая есть через пару лет она может легко выскочить в этом направлении и тогда ей совершенно другое образование нужно не компьютер сайенсом тогда уже вот какой-нибудь бизнес администрейшн может быть в общем жизнь жизнь покажет я, честно говоря за девушку в целом спокоен единственное, что вот друзей мало ну, я не могу сказать вот надо бы с этим поработать это гораздо сложнее чем вот так сказать но, может быть, как-то задуматься над тем почему так хотя мы понимаем что есть люди, которые ну, вот просто люди такие и все но, зачастую у человека нет особо друзей там и так далее ну, просто потому что он, может быть не думал на эту тему не не старался не пытался ничего такого не сделал вот я вчера разговаривал с женщиной одной она ну, овдовела там лет не знаю 6-7-8 назад а так и вполне ничего и достаточно как бы и возраст ну, то есть могла бы вполне какие-то отношения создать там семью и она говорит что я открыта я говорю так что же она говорит ну, я вот жду когда принц там за мной придет я говорю подожди ну, надо как-то навстречу может быть пару шагов сделать там ну, есть масса тусовок есть масса возможностей для того кто активен в этом плане она говорит нет, я так не буду вот если мне суждено если мне там на небесах написано то он сам придет и возникнет и так далее даже не знаю что вам сказать на этот счет но я как бы считаю что если человек ну, как бы заказ там размещает какой-то, да хочу друзей хочу какую-то там тусовку хочу быть среди людей и так далее то вот этот заказ начинает потихоньку выполняться то есть он начинает какие-то действия совершать или может быть настроение у него меняется открытость появляется там и так далее и это само по себе уже очень-очень много поэтому единственное что вот я бы так сказал а так все остальное в целом я считаю что девушка совершенно в порядке и как бы и вопросы у нее хорошие в общем все путем давайте мы Анастасии пожелаем успехов а вот если как там дойдет до дела вдруг она к нам приедет мы с ней интервью бы записали я бы с удовольствием думаю что и зрители меня поддержат счастливо ребят пошел на урок